МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости на телеканале ИТВ в студии Марина Павлова. Чем запомнился этот день? Новое внеплановое отделение Госкомрегистра, 22-е по счету, открылось в Армянске. Работу можно оценить как удовлетворительную, поскольку предварительная запись ведет в соответствии с утвержденными регламентами. На месте детской площадки строят гаражи. Жители 1-й конной армии защищают территорию. Это либо незаконная стройка, либо за деньги. Крыму создадут дополнительные смотровые площадки на границе Украины с полуостровом. Ужесточат борьбу с черными археологами. Очередное выездное заседание Совета министров республики состоялось в Красной Перекопске. Посвятили его сразу всему району. Проблемы такие же, как и во всем Крымском федеральном округе. Министрам поручено создать список вопросов, требующих первоочередного решения. Чаще всего из Красной Перекопского района обращаются в Совет министров республики по вопросам несвоевременной выплаты пенсии, больших очередей в больницах, повышения цен на продукты питания, увеличение тарифов за воду. Жалуются жители северных крымских городов и поселков на разную ценовую политику в местных аптеках. Полигон твердых бытовых отходов вынужден вмещать в пять раз больше мусора, чем позволяет его площадь. Территория не ограждена. По всей округе разлетаются пакеты. Учреждения культуры требуют срочного улучшения материальной технической базы. Красноперекопский краеведческий музей довели до такого состояния, что пришлось снять с должности его руководителя. Он находится в архиплачевном состоянии уже много лет. Там шла тяжба с руководством по предписанию прокуратуры. В этом году руководитель уволен. Идут судебные разбирательства. Фонды сейчас опечатаны. Министерством культуры сформирована комиссия, которая проведет инвентаризацию, и мы выявим, есть ли недостача в музейных фондах. В Красноперекопске нет ни одной библиотеки. Решено ее создать уже в этом году, так как он объявлен годом литературы. По федеральной программе планируется переоснащение музыкальных школ. Каждая получит около 3 миллионов рублей на покупку новых инструментов. На территории Красноперекопского района находятся два крупных предприятия – Содовый и Титан. Там задействованы две трети населения. Правительство республики ведет пристальный контроль за их работой. Массу деталей изучаем, вникаем в положение дел по этим предприятиям. Даже с точки зрения экологии на что-то закрываем сегодня глаза. С учетом того, что в Украине эти проблемы системно не решались, но мы их решить за один месяц не можем. В то же время мы не можем идти на то, чтобы остановить эти предприятия. Опять же, понимая социальный аспект. В настоящее время пункты пропуска Армянск, Красноперекопск и Джанкой функционируют в круглосуточном режиме. Очереди с украинской стороны где-то составляют от пяти до семи суток на Армянске и на Перекопе, на Дапе-Перекоп, а на Джанкой мы все-таки победили эту очередь. И на сегодняшний момент на Джанкой практически очередей грузового транспорта нет, так как и легкового транспорта. Из-за очередей на пунктах пропуска повышаются цены на импортные продукты. Для увеличения пропускной способности собираются информировать сотрудников таможни заранее о том, какой товар будет пересекать границу. Решается вопрос строительства дополнительных мест для осмотра транспорта. Татьяна Хынкота, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Красноперекопск. В Симферополе на месте детской площадки строят гаражи. На первой конной армии рядом с домом 17А уже начали возводить фундамент будущих сооружений. Поставили металлический забор, детям гулять негде. Местные жители решили провести собрание, чтобы не допустить строительства. Еще осенью здесь была детская площадка, на которой выросло не одно поколение местных жителей. Сейчас забор, за ним ямы и строительные материалы. В объявлении, которое висит на нем, сказано, что гаражи возводятся в соответствии с решением Симферопольского городского совета от 2013 года. Те, кому выделили шесть участков, в близлежащих домах не живут, доказывают жильцы. Рядом с уничтоженной площадкой находится еще одна. Она в хорошем состоянии, но симферопольцы утверждают, что ее недостаточно для всех детей. К тому же она рассчитана на самых маленьких. Мы очень против строительства этих гаражей, потому что здесь играют наши дети. Они бегают, играют в футбол, мячики вылетают. Здесь, если будут сейчас ездить машины, неизвестно, что может происходить и твориться. Тут была детская площадка. И она была еще 20 лет назад. Она была 10 лет назад, 30 лет назад. И она должна остаться, эта детская площадка. Зачем нам здесь гаражей? Пусть нам восстановят площадку. У нас была плохая, но какая не была, но была площадка. Здесь сейчас гуляют детки маленькие. Дети постарше, им негде гулять. Рабочие развернули свою деятельность в октябре прошлого года. Жильцы 1-й конной армии обратились в исполком городского совета, позвонили на горячую линию главы республики Крым Сергея Аксенова. Строительство приостановилось, но две недели назад началось снова. Люди отправились искать помощи в прокуратуре центрального района Симферополя. Реакция ее сотрудников оказалась мгновенной. В тот же день рабочих у дома номер 17А уже не было. Вечером мне звонят и говорят, что приезжали люди с администрации, хотели с ними поговорить, а они быстренько свернули это все дело, убежали. И вот неделю не появляются, то есть их кто-то предупредил. Значит, это либо незаконная стройка, либо за деньги. Строители не работают, но заборы, стройматериалы остались. Возможно, это снова всего лишь перерыв. В городском совете Симферополя пообещали обратить внимание на эту проблему жильцов. Это неадекватные наши предприниматели, либо жители, потому что я постоянно обращаюсь, чуть ли не каждый день, с призывом к нашим жителям все-таки соблюдать закон и действовать в рамках закона. Ну, или не слышат, или не хотят слышать. Но сейчас у нас наступит нормальная погода, мы приступим к следующему процессу. Юридически мы готовы к процессу физического сноса всех незаконных строений. В Симферопольце планируют лично обратиться к главе Республики Крым Сергею Аксенову, если строители не снесут все, что успели сделать. Уже собрали несколько десятков подписей против строительства. Не допустят, чтобы их детей лишили того, что так необходимо для счастливого детства. Татьяна Ханкота, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ. Экстра-тер-отдел Госкомрегистра открылся в Армянске. Экстра, так как в планах его не было. Все обещанные отделения запустили в работу еще до Нового года. Раньше жители Армянска обращались за услугой оформления прав собственности на недвижимость в Красноперекопск. Теперь и им далеко ездить не придется. Житель Армянска Андрей надумал продавать свой дом. Идея эта созрела давно. Но чтобы оформить свидетельство прав собственности, ехать нужно было в соседний город, Красноперекопск. Но из-за напряженного графика работы вырваться с Армянска не удавалось. Тем более мужчина даже не в курсе, какие документы ему для этого нужны. Так что первый визит носил бы чисто консультативный характер. На лавце, как говорится, и зверь бежит. Уже сегодня у него появилась возможность сделать первый шаг к сделке, не выезжая из родного города. Это очень приятно, это очень радует, что не надо, покидая нашего родного города, решить все вопросы на местах. Не в Красноперекопск, не в Симферополь. Это вот такой шаг навстречу нам, простым, обыкновенным людям. Терра-дел открылся 23 февраля. Как говорят местные жители, для них этот день был двойной праздник. Нужда в отделении Госкомрегистра здесь была большая. Армянск теперь занимается административными вопросами еще трех ближайших сел. Суворова, Перекоп и Волошина. А это 25 тысяч граждан. Всем им свои услуги по оформлению прав на собственность и постановки на кадастровый учет готовы предложить квалифицированные специалисты. Они уже успели поработать в российском законодательном поле в отделении Красноперекопска. Так что и первый день начали без сучка, без задоринки. Заявитель приходит, подает пакет документов. На кадастровый учет у нас 10 рабочих дней. На регистрацию права или перехода права 10 рабочих дней тоже. Сбоев нету, все нормально. Мы передаем документы на кадастровый учет, передаем документы электронно в Симферополь и также получаем. На сегодняшний день у нас по штату 3 человека, по штату 5 вакантных мест 2. Все работники прошли обучение, готовы к оказанию услуг на должном уровне. Окон приема у нас 3 на сегодняшний день. То есть прием документов, выдача и прием документов на регистрацию прав на кадастровый учет. Тиродиал только открылся и уже выдает свидетельство о госрегистрации. Людмиле срочно нужно продать квартиру. Еще в ноябре, чтобы подать документы, ей приходилось ехать в Красно-Перекопск. Счастливой обладательницей заветного свидетельства стала уже в родном городе. Очень рада, что теперь у нас в Ромянске есть такое учреждение или организация. Это настолько упрощает и радует то, что не будет тратиться время. И вообще приятно, когда все на месте. Открытие тиродела было решением спонтанным и срочным. Так что по пыхах удалось выделить не совсем подходящее помещение. Расположено оно в городской администрации на втором этаже. Как считает глава Армянска, госкомрегистр должен быть доступен и для пожилых, и для инвалидов. Сейчас рассматривают варианты переселения. Одно из главных условий – оно должно быть на первом этаже. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов по совмещению с теми службами государственными, которые находятся в больших зданиях. Есть возможность разместить совместно с налоговой, которая занимает порядка 600 квадратных метров, а всего 7 человек работает. Будет вообще, по-моему, 4 работы. Есть центр занятости, который занимает 750 квадратных метров, там работает 14 человек. Армянский тиродел госкомрегистра стал 22-м и последним на территории полуострова. Изначально в планах его не было. Но, как показало время, около 50% обращавшихся в Красноперекопский тиродел были именно граждане Армянска. Теперь местным жителям, чтобы оформить документы на недвижимость, далеко ехать не приходится. Их отделение находится прямо в центре Армянска. Как отметил Александр Спиридонов, снизить нагрузку на госкомрегистр значительно помогут многофункциональные центры, которые в скором времени появятся по всему полуострову, в том числе в Армянске. В перспективе именно МФЦ станет основным партнером службы. Их основная функция – прием документов. Вся остальная работа останется за тироделами госкомрегистра. Что значительно повысит комфортность, по крайней мере, точное оказание данной услуги. А в перспективе, надеюсь, и ее качество. Поскольку уже в центральном аппарате госкомрегистра проходит такую стажировку, неформальную ребят, которые будут работать в МФЦ в городе Симферополе. Полагаю, что и до других городов, районов Крыма эта волна дыкается. И тогда мы все-таки сможем говорить не просто там упорядоченной очереди, а об отсутствии очередей. А это отделение, значительная нагрузка с которого была снята только что, тиродел госкомрегистров в Красно-Перекопске. С неожиданным визитом проверить работу сюда заглянул начальник. Открыли его не так давно, 28 октября прошлого года. С того дня работа здесь, прямо сказать, кипит. Уже успели принять больше трех тысяч заявлений на постановку на кадастровый учет и провели больше 500 регистраций перехода прав собственности. Проходимость за день около 70 человек. С потоком вправляются три специалиста на прием и выдачу документов и два госрегистратора. Праздничный день в все предели. Глава ведомства Александр Спиридонов, работа и коллег, удовлетворен. Работу можно оценить как удовлетворительную, поскольку предварительная запись ведет в соответствии с утвержденными регламентами, где указаны исключительно разные фамилии. Нет такого, что один и тот же заявитель несет пакет документов. Пакеты документов множество раз и, соответственно, вытесняет остальных людей. То есть никакой, ни у кого монополии у нас быть не может. Но, естественно, не все гладко, как на первый взгляд. Жалобы от граждан поступали всегда и поступают до сих пор. Каждая проходит проверку. Если в ходе выяснения факт ее адекватности был установлен, обвиняемый сотрудник как минимум получает выговоры. Но некоторым легким испугам обойтись не удалось, несмотря на нехватку кадров. Около 10 человек по всему полуострову были уволены. Юлия Попович, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ. Смотрите во второй части выпуска. Несоответствующие стандартам рекламные баннеры будут снесены. К зачистке приступили симферопольские власти. У нас их готово сейчас 500 под снос больших конструкций. Сепкины рассказы появятся во всех крымских библиотеках. Сегодня презентовали новую книгу о войне. Симферополь говорит нет рекламным счетам. Сегодня началась их зачистка. Если демонтированы будут не все, то почти все. Новые стандарты перечеркивают право на существование практически всем установленным рекламным счетам в крымской столице. После реализации плана муниципалитета многие рекламные агентства лишатся приличного дохода. В Симферополе снесут практически все металлические конструкции. Рекламные счеты для кого-то хороший доход, а для кого-то сильный раздражитель. Сегодня в Симферополе уже трудно найти улицу без плаката с брендом какой-либо компании. Если в центре их обновляют часто и, можно сказать, они добавляют городу красок, то на окраинах это зрелище не особо лицеприятное. Потусневшие от времени, изрядно потрепанные силами природные изображения. Даже если не говорить об эстетике, напичканная рекламой трасса может быть опасной для жизни. Как-никак отвлекает внимание водителя от дороги. Городская власть свой вердикт вынесла. Рекламные счеты начинают сносить. Первый титан пал сегодня на конечной маршрутной остановке проспекта Вернацкого. Сейчас приедет башенный кран и будут подцепить ребята. И они поднимут, снимут со шпилек его и положат. И все, положат на машину и увезут, разрежут его под запчастями. Снос рекламного гиганта делом оказалось нелегким. Двухтонную конструкцию демонтировали почти полтора часа. Такая же судьба в ближайшее время ждет еще 500 счетов по всему Симферополю. Это согласовано. Еще 300 отрабатываются в предписании. Одно известно точно, в центре их не будет. Владельцы счетов, которые попали под снос, были предупреждены. Все они обязаны осуществить демонтаж. В противном случае дело будет сделано силами муниципалитета. Но от расходов предпринимателям все равно не уйти. Либо администрация города Симферополь, согласно калькуляции, предъявит счет предпринимателю необходимости оплаты. Либо же это будет проходить в рамках кодекса административных правонарушений. ХОК ГИБДД составляет административный протокол по статье 14.37, либо 14.38 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Предприниматель либо добровольно его оплачивает, либо впоследствии Федеральная служба судебных приставов будет в преддлительном порядке взимать штраф за нарушение закона. Демонтаж без разбора не проводят. Некоторые в живых все-таки останутся. Муниципалитетам выработаны допустимые нормы их существования. Это привязка прежде всего к зонам доступности. Это знаки, это переходы, это дорожные знаки, это движение транспорта, это остановки. Там выделяются так называемые красные линии. Вот что за пределами красной линии путем сопряжения. Остается свободная точка. Все, здесь может быть реклама. Смотрим дальше. Обращать внимание на возможность аварии, сильный порыв ветра или врезавшийся транспорт, внешние факторы могут повалить тяжелую конструкцию. Рядом с щитами объектов быть не должно. К сожалению, для рекламодателей, к счастью, для горожан, в Симферополе мест, которые будут соответствовать всем параметрам, не так уж и много. Но пока даже на разрешенные места предприниматели не смогут поставить щиты. Сама схема рекламных конструкций по городу пока не разработана. Как только будет, на них объявят торги. В итоге картина такая. Сносить сносит, а новых законных мест водостановку не дают. Юлия Попович, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ. В Крыму вовсю хозяйничает грипп. И хотя, по данным Роспотребнадзора, эпидситуация стандартная для данного периода, несмотря на это, многие школы закрыты на карантин. До весны остались считанные дни. Именно они в этом году оказались самыми острыми. На полуостров во всей красе заявился грипп. Валит с ног высокая температура. Врачи выставляют неутешительный диагноз. Только за последнюю неделю вирус подкосил более 16 тысяч человек на полуострове. Однако специалисты утверждают, ситуация нормальная. Эпидемическая ситуация по гриппу ИРВИ в последние несколько дней осложнилась. Мы отмечаем наличие положительных темпов прироста заболеваемости в целом по Крыму. У нас увеличилось количество закрытых школ и классов по регионам. В частности, по Ялте у нас закрыты, по ГУРЗУФУ школы не отдельные классы. У нас в трех регионах превышены эпидемические пороги. Но в целом у Республики Крым превышения эпидемического порога нет. Сегодня в Крыму приняты все меры по предотвращению эпидемии. Проводятся профилактические мероприятия. Закрыт на карантин семь школ и множество классов. В Ялте, Алуште, Керчи, Бахчисарайском, Раздольнинском, Саакском районах. Однако эпидситуация на 40% ниже эпидпорога. Может быть, стабильность сохраняется в связи с тем, что вирусы, которые свирепствуют на полуострове, уже знакомы крымчанам. Это не новые вирусы гриппа. Это все вирусы, которые циркулировали на территории полуострова. В штаммовой составе я имею в виду. И одним из признаков ситуации, то есть насколько тяжелых случаев, сколько легких случаев, по количеству тяжелых случаев, зарегистрированных острыми респираторными вирусными инфекциями, мы не выходим за пределы многолетних показателей. Паниковать по поводу гриппа специалисты не советуют. А вот заняться профилактикой заболевания – самое время. Одеваться по погоде, не мерзнуть, не промокать. Фрукты, овощи, теплое питье и побольше витамина С – все это не помешает. И еще, пока свирепствует грипп, постарайтесь избегать мест большого скопления народа. Александра Пермякова, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ. С 1 марта в Крыму увеличится стоимость месячного ученического и студенческого проездных билетов на троллейбус. Как сообщили в администрации Крым троллейбуса, решение о поднятии цен на проездные согласовано с профильным государственным комитетом. Так, стоимость студенческого проездного увеличится до 420 рублей и сравняется с общегражданским. Расчет такой – 60 поездок в месяц умножается на нынешнюю стоимость одноразового проезда. Ученический проездной билет с марта подорожает до 210 рублей из расчета 30 поездок в месяц. Поднятие тарифов – это вынужденная мера, заявили на предприятии. Цена билета на одноразовый проезд в троллейбусе с весны не изменится и останется на уровне 7 рублей. Известный крымский политик Степан Кискин презентовал свою первую книгу. Она вышла тиражом в 10 тысяч экземпляров. Полторы тысячи из них Степан Степанович подарил Крымской республиканской библиотеке имени Франко. Каждая библиотека полуострова получит по одной-две книги. Автор также планирует презентовать книгу в школьных библиотеках. Под мелодией известных военных песен в зал Крымской республиканской библиотеки имени Франко собираются гости. На столике подарочный тираж свежеотпечатанных книг. Здесь 14 непридуманных историй, случившихся в Крыму во время Великой Отечественной войны. Библиотекари отмечают – современники теперь редко пишут о тех событиях. Так подробно и проникновенно. Автор рассказывает, почти все, чем поделился с читателями, узнал, будучи мальчишкой от отца, который был сыном полка. Свою лепту внес и дядя. На этих страницах военная жизнь непоседливого крымского мальчишки Степки, который видел немецкую оккупацию родной деревни под Перекопом, бои, минометные обстрелы и, наконец, долгожданное освобождение. Ребята здесь много чего знают. Во-первых, кроме патриотизма, они поймут, что такое Родина, как ее надо любить, что она дает вам и что всегда надо служить Родине. Когда ты Родину предаешь и отступаешь, ты теряешь все. Со слов однопартийца Олега Соломахина, его соратник-коммунист Степан Кискин около двух лет готовил книгу к изданию. Это закономерный результат для человека творческого. Ведь помимо активной общественной деятельности Степан Кискин с 18 лет пишет стихи. А лет 10 назад всерьез принялся за прозу. Проба пера была в партийной газете. Это были больше не рассказы, это больше можно было бы назвать уже как панфлеты, сатирические монологии, когда он начинал критиковать власть, когда он начинал писать свои непосредственно высказывания мыслей в газету, партийные газеты, выставлял на сайте. Степан Кискин уже работает над второй книгой рассказов об отечественной войне. Название тоже придумано «Дети войны». Пока написано 4 истории, всего планируется 20. Ветеранов, желающих рассказать о войне от первого лица, автор приглашает к себе на прием в Симферопольский горсовет. Работу над этой книгой он планирует завершить к концу года. Трое ветеранов крымского армспорта стали победителями и призерами чемпионата России среди мастеров в Раменском. На турнир под флагом республики отправились признанные мастера крымской борьбы на руках Андрей Шарков, Мича Хасая и Валерий Гончаренко. Первый мастер спорта международного класса. Он попоролся в категории супертяжей, ветеранов с весом более 100 килограммов. Итог выступления Шаркова в Подмосковье – серебряная награда. Позади себя крымский мастер армрестлинга оставил целое созвездие именитых коллег из других регионов России. Ну, если кто-то знает, как профессионалы. На третьем месте остался Олег Мелентьев. Это чемпион мира последних лет в супертяжах среди мастеров. На четвертом месте Минаев. У меня – это вице-чемпион мира. Первый чемпион Европы в прошлом – Алексей Урезов. То есть я горжусь, что с этими спортсменами боролся. И второе место на данном этапе – отличный для меня результат. Хвича Хасая выступил в категории до 90 килограммов. Этот спортсмен удостоился сразу двух медалей. Боевой – левой. Он выиграл золото. А в борьбе на правую добился титула вице-чемпиона. Тяжело, новые ребята. Как же таки чемпионат России в уровне покруче, чем был в Украине. Но поборолся, повезло. Хорошо готовился. И вот результат. Копилочку золота и серебро. Аналогичное достижение покорилось и Валерию Гончаренко. С той лишь разницей, что золото представитель села Охотниково Сакского района завоевал в борьбе на правую руку. Теперь и Гончаренко, и Хасая завоевали право представлять республику в майках сборной России на международной арене. Спортсмены вскоре начнут готовиться к чемпионатам Европы и мира. Я боролся в категории 90. Это грандмастер. Это после 50 лет. У меня соперники были очень сильные. Они занимаются уже очень давно. Они с молодости занимаются. Это по 10-15 лет уже тренируются. И, конечно, тяжело было с ними бороться. Ну, я считаю, что этот чемпионат прошел очень хорошо для меня. Я готовился и победил на правую руку. А на левую руку я стал вторым. Чемпионат континента с участием крымчан в мае стартует в Болгарии. А мировой форум в сентябре примет Малайзия. Дмитрий Домников. Севастопольцы отправили мяч в собственные ворота. В центральном матче Тура эпицентр минимально обыграл СКФ 2-1. Причем дважды в ворота конфетки мяч отправил ее бывший игрок Виктор Турчак. А за СКФ вновь отличился Вадим Мамонов. Гресс проиграл Славе также со счетом 1-2. Этот же результат повторился во встрече Оникс и Ялты. Не выключается из борьбы за медали обладатель Кубка Крыма Ронда. В очередном туре молодежницы одарили границ со счетом 4-2. Ворота соперника поразили Александр Морозов, дважды Андрей Шурубов и Гагита Дзанзава. И сервис в драматичном поединке вырвал победу над Никой 6-5 за несколько секунд до финального свистка. После девяти туров вслед за дуэтом лидеров ФНС и Эпицентром, в активе которых по два десятка баллов, располагается СКФ с 19 очками. Ближе других к тройке призеров подбираются Ронда и ИС-сервис. Крымский спортсмен стал обладателем награды всероссийского турнира по боксу. Серебряную медаль первенства общества «Динамо» выиграл симферополец Назар Роговик. Турнир прошел в Тамбове и собрал представителей из разных уголков России в возрасте 15 и 16 лет, обладающих спортивным разрядом не ниже второго юношеского. Роговик боксировал в весовой категории до 80 килограммов. Он успешно прошел квалификационный этап и вышел в плей-офф. На стадии полуфинала Роговик боксировал с соперником из Москвы Данилой Юриным. Этого противника Назар отправил в нокаут. В параллельном полуфинале встречались боксер из Тамбова Михаил Кузин и Алексей Седов из Мордовии. Победителем этого противостояния оказался первый боксер. В итоге медаль высшего достоинства оспорили крымчанин и представитель Тамбова. Михаил Кузин опытный боксер. В прошлом году он удостоился серебряной награды чемпионата Европы. Именно Кузин и оказался обладателем чемпионского титула первенства «Динамо». Роговик довольствовал со званием вице-чемпиона. Назар Роговик – перспективный спортсмен. Он неоднократно завоевывал награды чемпионатов Украины. При мудрости бокса Симферополец постигает под руководством Владимира Мисенко. Команда факультетов из воспитания Таврического национального университета – победитель Крымского дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола России. С октября по февраль нынешнего года подопечные Валерия Ходорченко на площадках Симферополя провели 10 матчей, в которых показали максимальный результат – 10 побед. Больше мы тренируемся, мы участвуем в двух соревнованиях по Крымскому федеральному округу, то есть мы участвуем, например, на первенство Крыма и параллельно участвуем в Ассоциации студенческого баскетбола. И это, по всей видимости, этот опыт такой, ну и с подготовкой, технической, тактической мы посильнее, конечно, всех команд, которые за нами. В заключительном поединке лиги студенты факультетов из воспитания обыграли своих товарищей по вузу сборную ТНУ с большим отрывом 95-35. Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Дмитрий Малахов, набравший 19 очков. Сборная ТНУ с результатом 5 побед и 5 поражений заняла третье место из шести возможных, а вице-чемпионами стали баскетболисты Напокса. В составе этой команды выступает Андрей Петренко, единственный в Крыму участник матча звезд студенческого баскетбола, проходившего на Татьянин день в Санкт-Петербурге. Именно Петренко стал лучшим игроком чемпионата. Хотелось бы, конечно, первое, но так как у нас были проблемы с людьми, как бы не очень собрались и играли с теми, кто был. Второе место тоже, в принципе, хорошее, потому что, тем более, команда физвоза, факультет, она всегда была сильная и как бы много хороших игроков. Чемпионат получился на славу, будем так говорить. То, что студенческого баскетбола в Крыму не было уже на протяжении лет десяти, как минимум. И, наконец-то, возвращается тот, будем так говорить, то движение студенческое и то уважение к баскетболу у студентов и игроков, непосредственно спортсменов. Так что я думаю, что в ближайшей перспективе все станет на круги своя и мы будем развивать студенческий баскетбол, как и баскетбол в целом. Победители Крымского отделения Ассоциация студенческого баскетбола России получили право представлять республику в так называемой ТОП-64 или Лиге Белова. Этот чемпионат ежегодно проводимый в честь звезды советского баскетбола Сергея Белова. В нынешнем зональном розыгрыше участвовало около десяти тысяч спортсменов, представляющих 800 команд. Лучшие 64 коллектива по итогам регионального отбора будут выяснять отношения во второй половине весны. Мы нацелены очень сильно, потому что хочется, как так сказать, пробить Крым вперед, чтобы узнали о нас, услышали.